приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы продолжаем наше путешествие кулинарное естественно в солнечную Грузию сегодня приготовим еще один вид хачапури вообще я хачапури очень люблю и у нас много сыра мы говорили себе эмеретинского сыра и вот теперь постоянно делаем хачапури ну и собственно говоря приготовим хачапури эмеретинский он несколько отличается и по вкусу и по способу приготовления от предыдущих рецептов но вот не могу сказать какой мне больше всего нравится хачапури наверное больше всего нравится по-аджарски все таки но эмеретинский тоже очень вкусный ну и наверное я думаю что история хачапури начиналась именно с эмеретинского хачапури потому что ну в первую очередь эмеретинский сыр эмеретинский хачапури а во вторую очередь это самый простой хачапури то есть делать его проще всего и он очень сильно перекликается со многими кавказскими со многими блюдами похожими кавказскими допустим в осетии есть похожее блюдо хичины но как бы немножко другое но в общем друзья не буду долго рассусоливать мы готовим классические грузинский хачапури по эмеретински нам понадобится 240 грамм муки 50 грамм молока и 100 грамм воды до 30 грамм сливочного масла чайная ложка дрожжей половинка чайной ложки соли и столовая ложка сахара это все рассказываю на 2 хачапури для начинки нам понадобится 250 грамм эмеретинского сыра и 20 грамм масла но еще немножко масла чтобы потом сверху хачапури смазать тесто друзья для этого хачапури естественно дрожжевое как вы уже поняли по наличию дрожжей и делается на опаре ну в общем сейчас мы вам все подробно расскажем и покажем начнем с приготовления опары возьмем мисочку перельем нее водичку и молоко добавим сахар и хорошенько размешаем теперь высыпем на поверхность молока ну не молока а нашего раствора уже дрожжей и дадим им минутку регидрироваться чтобы они ну так сказать немножко пропитались влагой потому что если их начать перемешать сразу они могут взяться комками друзья и через минутку мы к вам вернемся через минуту тщательно перемешаем дрожжи с молочком и с водичкой и добавим сюда ложечку муки после этого но это своеобразный стартер для дрожжей чтобы они начали работать активно после этого нашу опару надо поставить теплое место на 15 минут если у вас есть батарея ну как бы если у вас обычная батарея центрального отопления то можете накрыть полотенечком и поставить возле батареи у нас батареи особенные то есть они импульсные мы не можем поставить возле батареи поэтому нагреваем духовку буквально включаем ее на две минуты вот после этого выключаем духовку и ставим там набирается температура где-то 40 45 градусов и ставим опару на 15 минут в духовку и через 15 минут друзья начнем готова опара готова друзья и теперь приготовим тесто добавим соль и начнем добавлять муку муку мы просеяли через сито друзья это делается для того чтобы но не только для того чтобы исключить попадание возможных всяких артефактов которые могут быть в муке но и для того чтобы тесто было пушистое и начинаем перемешивать сливочное масло мы растопили в микроволновке будьте аккуратны масло немного чтобы она у вас не закипела вливаем растопленное масло в тесто и начинаем вымешивать тщательно вымешиваем тесто где-то на протяжении пяти минут всего действительно надо вымесить тщательно так вот вначале подбираем всю муку которая у нас по краям осталась чем больше тесто вымесите тем его легче миссии друзья собственно говоря лариса сейчас вымесит и мы вернемся покажем вам результат как я и говорил пять минут лариса вымешивала тесто получился у нас и такой вот замечательный шарик друзья ложим его оставляем в эту в этой же мисочке кладем не ложим оставляем в этой же мисочке накрываем полотенцем и опять ставим в теплое место чтобы тесто подошло друзья оставляем его до подходить на полтора часа чуть не забыл самое главное наше тесто подошло посмотрим видите она увеличилась больше чем два с половиной раза теперь надо его обмять и разделить на порции в это время я расскажу про начинку мы подготовили подготовили сыр который ну собственно говоря тот сыр который у нас был вместе с подготовленным маслом то есть 250 грамм сыра эмеретинского и 20 грамм масла мы натерли на крупную терку вот такая вот у нас получилась штука для начинки боже как тесто божественно пахнет подготовили духовку духовку разогрели до температуры 240 градусов дорогие друзья и подготовили противень противень мы застилаем вот такой вот тефлоновой салфеткой продаются они на алиэкспресс стоят меньше доллара очень удобная многоразовая штука если у вас нет такой салфетки можете использовать пергамент для выпекания тоже очень удобно очень классно берем половинку теста это наша порция собственно говоря вот лариса обминает их обе обе порции теста поставим минут на пять чтобы они даем после обминки тесту отдохнуть после того как тесто отдохнуло пять минут приступим к приготовлению ну непосредственно самого хачапури возьмем на досточку немножко муки высыпаем наш сырочек и теперь внимание друзья самый ответственный момент защипнуть хачапури берем тесто и собираем его вот таким вот как бы можешь больше на камеру просто защипываем его аккуратненько полностью собираем такой мешочек главное чтобы он не разорвался хорошенько защипываем слепливаем и теперь раскатаем наш хачапури стараемся добиться ну такого результата чтобы у нас получился более-менее ровненький кружочек чтобы не собирался уступ сделаем дырочку в центре хачапури немножко прокалываем его делаем такое отверстие потому что когда он будет выпекаться сыр начнет закипать будет выделяться очень много воздуха и если не сделать это отверстие наш хачапури просто взорвется раскатали в такой блинчик перекладываем на противень второй тоже сразу сделаем или потом потом на противень не помещается не помещается да выкладываем на противень и помещаем в духовку разогретую до 240 градусов в духовку помещаем на 12-13 минут я сейчас включаю таймер и засеку точное время сколько у нас будет выпекаться хачапури надо смотреть чтобы он подрумянился скажем так и вернемся к вам ну когда он будет готов мы вам сразу же покажем прошло 13 минут и наш хачапури готов друзья достанем его смажем хачапури маселцем которое мы приготовили видите вот он подрумянился ну как бы у нас хватило на это 13 минут но надо смотреть фактически вот до такого состояния чтобы он именно подрумянился сыр в нем хорошо расплавился получился замечательный хачапури теперь друзья переложим его на тарелку и дадим ему остыть пару минут потому что сейчас он очень-очень горячий после этого продегустируем ну что ж друзья хачапури по-эмеретински остыл немножко давайте его попробуем конечно хачапури надо не так кусочком а целой половиной брать кушать сырок отлично расплавился запах очень правильный великолепно лиза это тоже хочешь качапури? не 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 очень вкусно друзья все именно так как оно должно быть сыр очень классно расплавился всего в меру соли отличное тесто просто супер ну что ж друзья собственно говоря вот наглядное подтверждение тому что рецепт вот такой вот пробуйте наслаждайтесь вкусом солнечной Грузии хачапури по-эмеретински очень классное блюдо как основное блюдо так и ну как бы в качестве закуски и в прямом и переносном смысле этого слова если у вас есть какие-то вопросы друзья задавайте их в комментариях мы обязательно на все отвечаем подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока